Золотая классика академической музыки. Моцарт и его Донжуан, Чайковский и Лебединое озеро. Все эти произведения уже слышали в Хабаровске и не один раз. Эта музыка, понятно всем, даже не привыкшим к академическому звучанию. Из нового – московский дирижер, который взмахом палочки меняет произведение. Если кажется людям, что дирижер – это просто тот человек, который выходит на подставку и размахивает руками, показывает, куда вступать, то раньше это была профессия капельмейстера. А дирижер – это нечто большее, которое в себе вбирает, конечно, огромный интеллект и огромное познание всего искусства, не только музыки, а также живописи, архитектуры. 24-летний Иван Никефорчин в Московской консерватории – художественный руководитель и дирижер камерного оркестра. Из столицы в Хабаровскую филармонию он приехал в рамках цикла «Молодые дирижеры». Новые люди на мостике заставляют музыкантов экспериментировать с ритмом, движением рук и громкостью инструментов. Очень многоликое вещь, произведение, особенно таких композиторов, как Монстр, Чайковский. И прекрасно то, что можно на нее посмотреть с разных сторон, и каждый дирижер это делает по-своему. Когда дирижер получает ноты, начинается кропотливая работа. Партитура – это не инструкция, а скорее рекомендация. Именно дирижер решает, а затем объясняет музыкантам, каким должен быть темп, динамика и характер музыкальной фразы. Сейчас у нас век такой, 21-й, такой у нас немножко расслабляет, потому что сейчас можно нажать кнопку на компьютере, и появится, ну, не знаю, порядка 15 различных исполнений со всего мира разных эпох. Более профессионально, когда дирижер, естественно, сначала, так сказать, глухую, вот он садится над партитурой и просматривает ее внутренним слухом, глазами, пытается понять, прежде всего, что хотел автор. КОНЦЕРТ